Дорогие девушки, я обращаюсь именно к вам, не ко всем подписчикам, а только к подписчицам женского пола. Я решил этот рецепт посвятить тем, кто смотрит меня, тем, кто комментирует и тем, кто находится рядом со мной. В общем, для вас, милые и добрые, прекрасные девушки. В этом рецепте мне будет помогать вот такой вот гриль Weber Master Touch. Это один из самых крутых навороченных грилей в классической линейке, грилей, угольных грилей, которые у нас есть без столика, а вот в той форме, в которой вы его видите сейчас. Мощный, крутой, офигительный, вот с такой вот подставкой для крышки и, соответственно, со съемным центральным звеном, для того, чтобы сюда можно было поставить и другую решетку, и камень для пиццы, и, в общем, всего много интересного. Ссылка на гриль в описании, обязательно посмотрите, те, кто будут интересоваться, что он представляет из себя, что идет в комплектации, как он вообще выглядит и из каких материалов сделал. Да, да, все внизу. Значит, какова была главная задача, когда я размышлял над этим рецептом? Я хочу взять все ингредиенты, которые с удовольствием, наверное, любит каждая девушка, и этот рецепт очень подойдет к вину. Ну, в общем, винная история, конечно же, она такая более утонченная, нежели водочная мужская. Здесь все должно быть аккуратно. Значит, не обещаю, что этот рецепт будет самым мега низкокалорийным, ну, потому что не все же девушки прям сидят на нулевом, на каком-то километре. Значит, я взял вот такой очень крутой, офигительный, классный, вкусный зерновой хлеб. Хлеб на закваске, с большим количеством семечек подсолнечника. От этого он становится просто невероятно вкусным. Я уже его покупаю не второй раз, а даже третий или четвертый. Ну, в общем, я когда думал о том, из какого хлеба делать, я понял, что это именно он. Значит, бездрожжевой хлеб, который станет у нас основой нашего блюда. У меня здесь есть чесночное масло, которое не соленое, которое такое ароматное и, в общем, очень-очень вкусное. И небольшим количеством смазываю... Ассал, у микрофона не летай, блин, слышно тебя очень. Смазываю хлеб небольшим количеством чесночного масла. Соли не добавляю. Теперь я беру и отправляю куски хлеба масляной стороной вниз на гриль. Температура на гриле должна быть не очень высокая, для того, чтобы хлеб не горел. Закрываю. Пусть хлеб нагревается. Мне понадобится сыр камамбер. Бри камамбер, в общем, любой вот такой мягкий сыр с плесенью, который будет у нас дополнением к хлебу. Давайте так. Сразу разрезаем, чтобы было понятно по толщине. Кусочки можно делать не очень толстые. Нарезайте так, чтобы удобно потом было все это раскладывать. Вот такими вот тоненькими ломтиками я нарезаю сыр. И перехожу к ягодам. Вот смотрите, здесь у меня голубика и оса. А все, что между голубикой и осой, это у меня малина. Если бы чуть раньше я бы делал этот рецепт, конечно, я бы взял, например, или черной смородины, или крыжовник. Облепиху не советую, будет очень агрессивный вкус. Ну, какие-то такие ягоды, чтобы они были сладкие, вкусные. Возможно, даже клубнику и небольшое количество сахара. Значит, сахара должно быть немного, там буквально, наверное, пару чайных ложек. В общем, тут вам самим решать. Главное, чтобы ягода, которую я потом вот таким образом ложкой разминаю, не превратилась в варенье. Понимаете, о чем я? Это не должно быть очень приторно-сладко. Нужно постараться оставить ту сладость, которой обладает ягода. Сама ягода. Почему я вам сказал про смородину? Вообще, я этот рецепт, идею этого рецепта взял у ребят в одном очень классном рейстике в Санкт-Петербурге. Если вы видите, значит, я не буду рекламировать в этот раз. В следующий раз, может быть. Но идея прям нереально классная. Я не видел доселе ничего подобного и решил, что это именно тот рецепт, который я должен посвятить милым дамам. Так вот, нужно оставить максимальную сладость и кислоту, которую содержит ягода. Поэтому, добавив небольшое количество сахара, просто разомните даже вилкой ягоды или ложкой ягоды так, чтобы они, знаете, были такие текстурные. Чтобы это было не пюре какое-нибудь блондированное, а это именно вот прям помяли. Я думаю, что в ресторанах, если кто-то из ребят там надумает делать, потому что, безусловно, этот рецепт уйдет в мир. И я уверен, что непременно шефы, которые меня смотрят, ну, заинтересуются и у кого-то еще появится такой рецепт. Ну, подобный, я имею в виду идея, потому что, конечно же, мы повара друг у друга подсматриваем, безусловно, и я ничего плохого в этом не вижу. Кто-то что-то придумывает, я что-то придумываю, кто-то другой что-то придумывает, и мы все вместе обмениваемся опытом. Не зря же я делаю свой канал, и господин продюсер мне вот помогает, вот он стоит всегда за кадром, следит за мной, и иногда ругает, что я что-то не то делаю. Короче, это должно быть вкусно, но не очень сладко. Да, вот именно так, как надо. Хлеб у нас нагрелся с одной стороны, я его выкладываю на доску, замечательно, во. Но, с другой стороны, как вы уже поняли, его жарить не надо. Вот на эту сторону, которая у нас была с маслицем и которая поджарилась, да, я сюда выкладываю по несколько кусочков сыра. Только хлеб и только сыр. Теперь вот, что я делаю. У меня вот здесь в пакетике есть вот такая вот мелкая щепа, ольховая щепа, которую я сейчас отправлю на угли. Смотрите, во-первых, я должен закрыть все задвижки, чтобы никакой тяги не было. У меня здесь в центре уголь находится. Я просто беру и сыплю прямо на уголь щепу. И сразу же выкладываю сюда тосты с сыром, да. Температура низкая, здесь градусов 130-140. И мне нужно это все закрыть и дать постоять буквально 2 минуты для того, чтобы сыр слегка расплавился и подкоптился одновременно. Это может нам дать либо какая-то коптильня, либо вот такой гриль, который можно весь закрыть наглухо, насыпать туда щепы. И он вот дает, видите, везде вот идет тут дымок. И наш бутерброд становится не просто абы каким, а он становится запахом копчения. Сервировать я буду все это на доске. Значит, нужно посмотреть. Мне, конечно, жаль будет выкладывать хлеб и варенье прямо на доску. Поэтому я обязательно сделаю такую подложку. Можно ее немножко помять, чтобы она не загибалась, не прогибалась, не выгибалась. Вот так вот кладу на досточку. И уже буквально, что здесь? Видите, дым рассеивается. И наш сырок на тостах, видите, там подтекает местами где-то. И, соответственно, все это переносим на досточку. Хлеб у нас стал поджаристый. Сыр у нас, видите, слегка подплавился. Такой подкоптился. А, аромат просто, вау, божественный, божественный аромат. Этот сыр не течет там, да, как мы привыкли видеть, что какие-то виды сыра там растекаются, как чеддер, например, который используется в бургерах. Нет, мы имеем камамбер. Вкусный, классный. Теперь вот эту вот ягоду, которая слегка-слегка подслащена. А может быть, кто-то даже сюда добавит какие-то такие травы, розмарин, тимьян. Смотрите, мы это все выкладываем вот сюда, на сыр. Понимаете, о чем я? Это просто получается божественное, как бы, проявление. Вообще, всего сущего в гастрономическом мире. Представьте себе, милые дамы, если вам такое приготовит молодой человек, муж, брат, отец. Да еще и с бокальчиком прекрасного венца. Да вы же его, мне кажется, полюбите просто на всю свою оставшуюся жизнь. Да даже больше, чем любили его ранее. Конечно же, обязательно нужно оторвать листочки мяты. Если вам так не понравится, так не делайте. Но я думаю, что вот именно так и должно происходить в этом мире. Листочки в руку набираем, отрываем. Листочки, конечно, желательно, чтобы они были маленькие. Если у вас мята попалась крупными листьями, ну, придется вам ее, наверное, порезать как-то. Итак, горсточку мяты, листьев мяты, которые сделают наш сыр с нашими ягодами. Просто вот так вот сделайте и все, не переживайте. Что упало, то упало. Хотите, поправьте, добавьте. Что я вам хочу сказать, мои дорогие. Все, что вы делаете, нужно превращать в удовольствие и в кайф. В творчество, в красоту, в гастрономический оргазм. Чем и является вот это вот блюдо. Мужчины, пожалуйста, приготовьте что-нибудь подобное. Ну, хотя бы, я не знаю, кто-то скопируйте полностью. Кто-то возьмите как элемент идею, превратите ее во что-то интересное. Потому что это, конечно, ну, реальная бомба. Даже осы все слетелись. Вот это невероятное сочетание сырной вот этой плесени, сырного вкуса, ягод, мяты и копчения. Это создают какую-то гамму такую, которую, ну, наверное, многие из вас даже не пробовали. А может быть, наоборот, все из вас пробовали, так повторите еще раз. Делайте вкуснее, интереснее. Приятного аппетита, друзья. Дайте мне спокойно поесть, потому что я, конечно, вот такие штуки очень люблю. Очень и очень люблю. И мята здесь хороша. Можно еще использовать тархун. И даже немножко укропа. Да, прекрасно. Выключай уже камеру, ну.